Всем привет! Торты из мастики на заказ это достаточно выгодная идея, которая требует малых стартовых инвестиций и достаточно быстро окупается. Сегодня я хочу поделиться собственным опытом изготовления тортов из мастики на заказ. А еще вместе с Марией они пекут торты на заказ и зарабатывают, кстати, как на хорошей работе. Посудить она в месяц получает там тысяч. Ни один праздник не обходится без торта. Однако помимо привычного угощения для гостей, сам торт может стать запоминающимся подарком. Когда мы решили перебраться за 100 километров от Москвы, мы сразу же начали искать какие-то идеи для заработка здесь. С работой было все очень сложно, найти ее было практически невозможно. И если она находилась, то она достаточно низко оплачивалась. Муж, зная мой творческий подход к приготовлению блюд, предложил мне идею. Сказал, почему бы тебе не попробовать сделать торты из мастики. Мастика это такая сахарная помадка, которая по консистенции напоминает пластилин. Соответственно, из нее можно лепить любые фигурки, обтягивать торты совершенно спокойно. Вариантов масса использования этого материала. Я заинтересовалась этим вопросом. Начала искать статьи в интернете. Очень много нашла по этому поводу и видео, и всяческой интересной информации. Все изучила. Нашла несколько интернет-магазинов, где можно купить всевозможный инвентарь для изготовления таких тортов. Первая зарплата мужа. Он тогда еще работал в Москве. Мы ее урезали на 18 тысяч рублей. И на эти деньги я купила мастику. Нужный инструмент для того, чтобы делать фигурки. Всевозможные кондитерские мешки. Такого плана насадки. Вырубки для теста. Нужные скалки. Ароматизаторы и красители. В поисках первых клиентов я начала делать торты сначала друзьям в подарок. После того, как они стали выкладывать фотографии моих тортов у себя в социальных сетях, у меня появилось очень много желающих заказать какой-либо торт. Тебе на праздник или кому-нибудь в подарок. Таким образом, мое портфолио начало увеличиваться. Клиентов становилось все больше. Мы завели страничку в социальной сети Инстаграм. И можно сказать, 90% наших клиентов появлялось именно оттуда. Рекламу ни в какую мы не вкладывались. Мы просто выкладывали фотографии, описание наших работ. Заказы поступали абсолютно разные. Это были торты на праздники детям и на корпоративы. Это были торты для фанатов всевозможных футбольных команд. Делала даже торт на десятилетия скандальной рэп-группы Кровосток. Тексты Кровостока цитировать невозможно. Помощи попросили у филологов. Уши вянут, это тоже факт. Делала свадебные торты, лепила фигурки по фотографиям людей, лепила фигурки с героями всевозможных мультфильмов и сериалов. В общем, разбег был очень большой. Творческих порывов было много. Все это набирало достаточно большие обороты. Я в день готовила несколько тортов. Было удобство в том, что муж работал на тот момент в Москве. Ему было удобно брать с собой мои торты и доставлять по людям или передавать, когда они сами к нему приезжали. Потом у меня появилась идея. А почему бы не ввести в свой ассортимент кексики-капкейки? Это такая миниатюра небольшая тортов. В принципе, вкусы не отличались от больших тортов моих. Это было очень удобно для людей, которые, например, хотят заказать какую-нибудь выпечку к корпоративу или к какому-нибудь небольшому событию, но не хотят никаких пафосных тортов больших. Хотят чего-нибудь утонченного и при этом уникального. Увидев, какой ажиотаж произвели капкейки на моих клиентов, я узнала о том, что существует съедобная печать на съедобной бумаге. Мы сразу же этим вопросом заинтересовались с мужем. Оказалось, все достаточно просто. Съедобная печать представляет из себя обычный струйный принтер, в который вливаются специальные съедобные чернила и печатается изображение на съедобную сахарную бумагу. Естественно, люди этим очень заинтересовались, так как они смогли заказывать выпечку собственными картинками, фотографиями. Это стало более уникальным подарком для людей. Часто сталкивалась я с ситуациями, когда человек не знает, как и что ему нужно, либо идея человека такова, что ее очень сложно воплотить в жизнь. Появилась идея создать некоторые наборы стандартные, которые будут подходить ко многим случаям. Так у меня появились наборы из 9 капкейков, половина из которых были с этикеточками знаменитых жвачек LaFace и надписями, которые мы находили в этих жвачках. Половина в этой коробке были из вылепленных розочек. То есть, очень много людей заказывало такие капкейки на годовщины, на дни Святого Валентина. То есть, вот это вот очень было оригинально и красиво. Были капкейки с супергероями. То есть, очень много заказывали для своих детей, для любителей комиксов. Достаточно много заказывали со своими фотографиями. То есть, это очень пользовалось популярностью для людей, которые устраивают корпоратив. Были большие наборы с фотографиями на каждом кексе определенного работника. То есть, были такие оригинальные начальники молодые, которые вот таким образом поздравляли своих работников. Процедура доставки была достаточно простая. Я готовила, муж отвозил в Москву. Упаковка и наклейки у нас были тоже свои. Мы все это заказывали. Муж придумывал дизайн наших наклеек, делал буклетики. Он на тот момент работал в типографии. Ему это тоже было достаточно удобно. Он человек с опытом в этом плане. Порой я и сама доставляла свои заказы. И настолько у нас все было отлажено, то что я уверена, все мои клиенты даже не догадывались, то что все это делаю я одна. И мне кажется, все думали, что у меня какая-то небольшая кондитерская. И работают у меня несколько человек, кто выкладывает, кто делает описание, кто разговаривает по телефону. В общем, никто не догадывался о том, что все это делается дома, делается одним человеком. По поводу рецептов тортов я не хочу особо долго рассказывать, поскольку любой практически рецепт подходит для таких тортов. Под мастикой может быть практически любой. Это может быть и медовик, и шоколадный торт, и торт с фруктами, торт с ягодами, чизкейк. То есть это все зависит от ваших умений, ваших возможностей и желания клиентов. Процесс приготовления у меня происходил примерно так. Первый день я готовила все бисквиты для торта. К вечеру я их пропитывала сиропом. На следующий день я их уже обмазывала кремом, добавляла наполнители. И на третий день я уже делала оформление, то есть обтягивала мастикой, делала всевозможные фигурки и уже упаковывала и отправляла к клиенту. Все фигурки я лепила руками. У меня было много примеров работ в интернете. Я очень много интересовалась этим вопросом. На тот момент достаточно много уже было видео от людей, которые более продвинутые. То есть они все достаточно подробно показывают и научиться самостоятельно довольно-таки просто. Начиналось все у меня с цветов из мастики. Визуально они мне всегда казались какими-то очень сложными. И я даже не представляла, как их делать. Я научилась их делать достаточно быстро. И довела процесс их изготовления уже до такого момента, что они у меня получались машинальные достаточно быстро. Ну, перейдем к финансовому вопросу этого процесса. Торты у меня стоили от 1500 рублей до 2000 за килограмм. Все зависело от размеров, от сложности самого торта и времени изготовления. Плюс клиент оплачивал доставку, если таковая нужна была. Чистая прибыль с каждого торта у меня составляла от 500 и выше рублей за килограмм. Это тоже зависело от сложности самого торта, от времени изготовления, от доставки и всего остального. Ну, подведем итоги. Торты из мастики на заказ очень хорошо делают людям, у которых достаточно много свободного времени для женщин, кто умеет готовить и хотят как-то себя проявить. Это достаточно хорошее подспорье. Это приносит хорошие деньги. Закончила я с этим делом по таким причинам, что все-таки сказалась достаточная отдаленность от города. То есть все клиенты у нас были в Москве. Мы все-таки переехали в деревню с той целью, чтобы не сталкиваться с городом. Нам достаточно сложно стало возить наши заказы, поскольку муж тоже уволился, перестал быть в Москве так часто. Дело это очень хорошее. И оно в первую очередь как раз подходит для тех, кто живет в городе. А мы все-таки решили связать свою жизнь с сельским хозяйством. Поэтому в пользу сельского хозяйства мы от этого и отказались. Надеюсь, информация была полезной и она вам понравилась. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok